Всем привет! Меня зовут Макс. Сегодня поговорим о таком соло, как Мистер Краули. Думаю, это соло не требует представления какого-то особого. Оно известно каждому любителю рок-музыки и каждому гитаристу. Кому неизвестно, тогда разберемся. Не буду рассыпаться в каких-то там описаниях, в эпитетах, какое оно классно. Оно действительно крутое. Об авторе могу сказать, что это действительно талантливейший гитарист. Наверное, даже гениальный. К сожалению, он так рано ушел от нас. Но за тот короткий промежуток времени он сделал очень много для рок-музыки, для гэви-метала. И является классическим таким образцом, пионером традиционной гэви-метал-школы. На ряду там с Judas Priest, Iron Maiden. Риффы Ренди Роадса, его фразы, лики, сольные партии в целом. Они действительно очень изменили мышление. Может, даже не изменили, а просто привнесли что-то новое, неожиданно свежее. Потому что человек был достаточно образованный. Владел классической гитарой. В его импровизациях чувствовалась осознанность. То есть, обыгрывались аккорды. Скорее всего, человек был знаком с джазовой гармонией. В данной композиции Ренди играет два соло. Которые, в принципе, эти два соло соединяются удивительной интрилюдией. Такой... не интрилюдией, а прелюдией. Которая позволяет по настроению, по характеру перейти немножко в другую сторону. Потому что первое соло играется на такую классическую гэмми-метал гармонию. Первая, шестая, седьмая ступень. Первая, снова шестая. Здесь идет классический уже оборот. Из классической музыки мы играем вторую ступень. Это уменьшенное трезвучие или уменьшенный сабтакор. Для минорной тональности это логично. В минорной тональности второй аккорд уменьшенный. Дальше у нас идет доминанта. Пятая ступень. И все это дело разрешаем в тонику. И вот на эту аккордовую последовательность Ренди Роц играет классическое мощное забойное соло. Что касается второй аккордовой последовательности, об этом можно сказать немножко больше, остановиться подробнее. Дело в том, что эта аккордовая последовательность по сути удивительная. Потому что так как используют эту аккордовую последовательность, использовали, наверное, ни одну другую в музыке так часто и так усиленно не использовали. Дело в том, что эта аккордовая последовательность использовалась в классической музыке, например, Генделем, великим немецким композитором эпохи Барокко, его знаменитой пасакалии соль минор. Эта аккордовая последовательность применяется в джазовой музыке, например, те же самые Autumn Leaves. Поп-музыка, Европоп, Ласковый в май, Си Си Кейдж, Модерн Токен. Тоже очень часто используется этот оборот. Может быть, короткий, не весь цикл, но сама фишка. Тот же самый Гарри Мур, Still Got The Blues, One Day. Те же самые. В шансоне, почему нет? В общем, очень такая интересная аккордовая последовательность, и все зависит от того, как она будет обыгрываться, как она будет аранжироваться, как она аранжируется, и как мы сыграем на это все дело импровизации. Соло достаточно техничное, сложноватое. Оно играется в таком умеренном темпе, 106-110 BPM, но я за то, чтобы сыграть его качественно. Где нужно быть стаккато, альтернативное звукоизвлечение, то сыграть не легато, а все-таки стаккато. Поэтому лучше занизить темп. В концертных версиях, допустим, композиция исполняла в темпе 94-96 BPM, и в принципе она от этого не теряла. Потому что композиция такая мрачного характера, это не какой-то там боевик, не рок-н-ролл, поэтому она достаточно такая вот грубая, она достаточно такая кочевая. В общем, здесь по лифу. КОНЕЦ 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 Значит, первое соло начинается с классической вертушки. Такие вертушки что-то похожее можно встретить у Блэкмора, у Джимми Пейджа даже больше. Первые две ноты из трех. Вот закончилась триоль. Вторая триоль. Первая триоль. Вторая триоль. За последним разом мы играем не ноту, ля, но ту ре. Первая фраза играется с легата, дальше переменным штрихом и с паум-путингом. Более забойно прозвучает. Восхождение. Здесь используется квинтоли. Если для вас это трудно, просто попытайтесь это все вложить в одну четверть. Заучите. После бенда мы играем на слабую долю ночная, как с раскачкой. Вот первая квинтоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Здесь игра припром медиатора. Широкая вибратор, даже можно машинкой. Дальше снова вертушки. Затем спускаемся по minor ногами. Реолийская с шестнадцатыми. Регатом. Здесь ловли бэнд. На полтона. Затем искусственный флажолет. Медиаторы. 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 Дальше идет гармонизация интервалами, здесь часть довольно-таки трудная, тремоло, потому что можно сыграть секстолию, но желательно максимально быстро, вообще меньше тридцатыми какими-то вольнуть, обыгрывает он здесь уменьшенный сабдакор, а вот на этот аккор, не забывайте о работе над вибрато, потому что это очень важно, какой вы играете вибрато, в какой момент, какая частота, ширина амплитуды, это очень важно, если вибрато не должно быть вот этого вот, вибрато должно быть осознанно, вы должны понимать, что вы играете. И по фа мажору, кстати параллельно ре минору, играем в легатный, триольный, сексуальный пассаж, постарайтесь, чтобы звучание было как можно легатнее, чтобы не было вот этой наращительности, постарайтесь, чтобы атака была как можно менее выражена, нужно, чтобы весь пассаж прозвучал легатно, восхождение, трелью, трель играете как можно чаще, это же лучше звучит, будет, здесь, конечно, дайте вашим чувствам вырваться. Здесь мы подходим к одному из самых сложных мест, скоростной пассаж, рандировать его играет псевдопикингом, псевдопикинг это когда максимально скоростной, то есть когда нету синхронизации, максимально скоростная игра в правой руке, там тремол, скажем какой-то, а левая рука играет какую-то там секвенцию. Это хорошо делается на одной струне, где нет переходов со струны на струну, например, если вообще тремоло играть, как Эдди Ван Халлен, да, как Эдди Ван Халлен в его эрапшн. Даже игры как ставят так руку на тремоло. В принципе здесь не совсем так будет удобно, но как полезная информация. Но я постарался сыграть, все-таки приблизиться к звучанию Маунстина и сыграть этот пассаж тридцать вторыми, это довольно-таки быстро. Потому что в принципе этот пассаж варьируется, играется он с септонами, тридцать вторыми, это не принципиально, потому что сам рандировать играет достаточно на шар. Главное что? Попадать в нужные точки. То есть вам нужно из этой позиции, то есть октава, да, вы должны с этой октавы прийти в эту октаву. Получается там за такт, да, или за два такта вы должны проехать. В принципе начинаем играть по хроматизму, а дальше все равно я придерживаюсь ре минорной гаммы, ре-олийская, и спускаясь и прихожу в эту позицию. Так лучше на слух. Все, пошел ре минор. И мы уже в этой позиции. Понимаете? То есть можно, конечно, сыграть супер. Если так, то нормально. Главное, желательно, чтобы не было дыр, чтобы вы плавно переехали с этой позиции в эту. То есть проехали эту октаву. Придерживайтесь этой мысли. Вам нужно заполнить этот такт. Просто так вам будет легче. По хроматизму. Все. Ре минор пошел. Дальше мы переходим в эту позицию. И сбавляем обороты. И здесь уже вступает наша олигарная техника. То есть классическое такое движение триольное. Так, всё. Поехали. И еще раз. Вау! И еще раз. Победа! 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 Если вам было полезно мое видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал.